здравствуйте друзья запись пошла вот еще раз знакомьтесь тот самый сеня сеня помаши рукой вот тот самый который сказал что будет садоводом в прошлом фильме еще сказал что потом поменять фамилию на железо ведь запомнил же год или два назад об этом был разговор а сейчас сказал покажи я железо не знаю что это за схеме нашли посреди нашего сада а он уперся вот скажи пусть кто-то скажет что такое я сам не знаю с пойму стыду ладно давай теперь поговорим о серьезных вещах очень серьезных и так наступление лгбт продолжается его не подчиняются только китай мусульманские страны там можно и это жизни потерять вот но запад продолжает как бы то раньше бы сказали разлагаться насколько это серьезно и какая нам разница кто с кем трахается вот чем дело друзья сначала переведем все такое лгбт ну-ка хоть синьку видно нет нормального парня надеюсь сейчас я посмотрю эту камеру как вы видите нормального парня в америке Мальчиков запретили во многих школах почти везде Некоторые штаты сопротивляются, некоторые сдались А вот мальчиков больше нет, девочек больше нет Вот, и что получается? Попробуем перевести, что такое ЛГБТ Я ни разу не заглядывал в справочник Я догадался, что Л это или первое, это лесбиянки ЛГ, Г гей Б, я так не смог перевести, Т, трансвеститы Ну, трансвеститы, скорее всего, это что-то среднее Дело в чем В свое время я снимал несколько фильмов Вот, спасите наши души Эти фильмы должны были помочь избежать аварий на дорогах Вот, избежать трагедий Вот, я представил себе, как развивались события И снимал фильмы, и статьи есть На эту тему Значит, как это было И почему мы сейчас такое воинственное отношение К простым нормальным парням С большим-большим авторитетом Вот И женщинам, которые хотят рожать детей Причем в большом количестве И почему их все меньше становится Вот, тут все дело о чем Я сделал открытие, которое ни в одном учебнике нет Ни у кого нет О том, что наши предки были гермафродитами То есть, одна особь совмещала в себе мужское и женское начало Сама себе зачинала ребенка, сама его рожала Вот, потом произошло следующее Это все у меня документально, все с фотографиями Последовательно потом случилось следующее Почему мы сейчас пришли к тому, что есть Вот, жесткие условия существования Привели к тому, что разделились функции Одни добывали пищу, другие рожали детей Поддерживали очаг Вот, и постепенно, постепенно Функции стали узкоспециализированными Например, у мужика максимум мужских гормонов Это ловкость, это сила Это ум, это сообразительность Потому что не только ты хочешь мамонта сожрать Но очень много желающих сожрать тебя самого Вот, итак Это мужчины, женщины, женские гормоны Ну, то есть у них более развитые оказались в процессе Другие железы, которые производили то, что мы называем женскими гормонами Это гораздо более сложный состав А общие, посредственные названия, это женские Вот Это уже другие Они сформируют другое тело То, чем борются современные женщины Считают, что это некрасиво Это жировой пояс Он предохранял миллионы лет Тысячи лет Вот С очень суровой жизнью предохранял от мороза, от холода Подчеркиваю, жировой пояс Он у многих генетический Имеет генетическую основу И никогда от него не избавиться Если только вместе Полностью Если избавиться от этого От пищи и угрейс голда Вот Значит, это раз Жировой пояс Жир на бедрах На животе Это защита ребенка, который в животе От травм И это очень важно было Отсюда тоже жировой пояс Все это Все нужно Поэтому и развивались Женщины по-другому И именно вот Этому же Ну, я про пояс только сказал Скользко, чем много Других женских задатков Знаете, что такое материнская любовь Мужикам это не свойственно Вот Это совсем другой состав крови Вот А потом Получалось так, что Мы гибриды Мы люди гибриды У нас все так перемешано Что с какого-то момента Когда появилось Так называемое Комфорт Комфортное существование Вот Тогда Стали Одни гормоны Стали Еще лучше развиваться А другие Наоборот Не так Железы Уже мужские Стали хуже развиваться А Пятого места Просто не бывает Женоподобные мужчины Это уже совсем другое У них уже отсутствует агрессивность Вот Желание Мериться силами Вспоминайте Прежние годы От крестовых походов До этих самых До кулачных боев Сейчас ничего этого практически не осталось Сейчас бьют женщину Два-три подонка Она лежит Ей живот бьют ногами Живот Святое место Самое святое место У женщины Это живот Вот А десятки мужчин проходят мимо Они давно потеряли название мужчины Это Они называются Мужеподобное существо Вот Самое страшное Что Вот эти В других местах Здесь они трусы Предатели Женского рода И вообще человечество Вот Не способны защитить Женщин Детей Ничего не способны Море примеров Из центрального телевидения Ужасе прихожу Только повторять их Вам настроение пользует А так получается Следующее Значит Все равно Какой бы такой мужчина Не был бы Ну мягко говоря И стоит только Где-то взять власть В коллективе В стране Вот Где угодно Вот В искусстве Их очень много Этих ЛГБТ-шников Почему? Потому что Отсутствие мужских гормонов Это еще не значит Что мужчина уж совсем Ни на что не год Это артисты Певцы Танцоры Болеруны Музыканты Вот это свойство Где в крови больше Женских гормонов Там тому и быть Отсюда и выбор профессии И вот получается Следующее Они агрессивны Они везде пытаются Проводить парады Знаете Их оказывается Огромное количество Самое страшное Не то что их много Самое страшное Что их становится Все больше и больше Вот они вовлекают В свою среду молодежь Помните этих самых Двух Певичек этих Которые Нас не догонят Как они учили Целоваться мальчика с мальчиками Девочек с девочками Для них это было шоу Вот А для любого нормального парня Поцеловать парня Попробовал бы Сразу по рожу Сразу по морде И сразу без зубов Вот А сейчас нет Почему Объясняю Эти мальчики Выросли в памперсах У них задержка Развития Которая уже не может Никогда Ничем замениться Раньше говорили Армию сделает Человек А сейчас Самая главная задача Не попасть в армию Вот Это страшные Последствия Получается Они не способны Родину защитить Семью защитить Почему Они У них нет Мужских гормонов Они выросли в памперсах А памперсы Находятся Сделают Искусственную Памперсы Пангузники Это искусственная Брюшина Вот Человеку за ребенок Особенно мальчик Это касается Он устроен Следующим образом Сейчас смотрю Идет ли у меня Передача Это запись Или нет Идет Значит Устроено Следующим образом Весь организм Он имеет температуру 36,8 36,6 36,7 А яички Нет Они имеют Тоже такую температуру И прощай Мужчина А почему Должны иметь Температуру 34,35 градусов Вот И только при той Температуре Разбиваются Нормально Эти самые Мужские гормоны В частности Спермы Здоровые Апсератозоиды Это здоровое Подсобство С поколением В поколение Когда-то Римский воин Это 50 килограмм Груза И юбочка В которой он ходил Сейчас Это штаны Сейчас Это плавки У детей Подгузники И прочие Памперсы И Температура Тела Имеет Фактически Это искусственная Брюшина Если вы вспомните Что когда у мальчика Вдруг при рождении Выясняется Что яички Внутри брюшина Он никогда не станет Мужчиной Никогда не родит детей Вот А сейчас Это придумали Со всем поколением Всего Западного мира К сожалению К огромному Гигантскому Сожалению Вот Там Уже Как Написала Наша Женщина Говорит Очень красиво Ну побывая За границей Очень красивые Мужчины В Англии Но они Все геи А женщины Некрасивые Да Это факт Вот Когда-то Произошло Эти самые И на женщины Опыты ставили И на кострах Они побывали Женщин Естественно Отбор не состоялся Потому что Красота Женщины Ассоциируется Со здоровыми Гормонами Полная грудь Ассоциируется С многодетностью Это самое С будущей Матерью Вот А сейчас Только эти Подкладки Под эти Подбезгальтеры Делают Женщину Женщину И вот Получается Следующее Извращение Дошло до предела Мы Подтягиваемся Нам говорят Вы азиаты Какие мы азиаты Где сейчас Женщина Без подгузников Без паперсов Выкормит детей А Они же не знают Что ребенок Должен бегать И виски Должны болтаться Без ног И вот Мои советы Напоследок Я каждый год К этому возвращаюсь Еще раз Значит Вот эти дети Должны Ходить Без трусов Вообще Если только Страшный мороз И вот Действительно Речь идет о том Что можно Застудить Половые органы Вот тогда Только трусы Почему Они играют Потрясательную роль Они делают Искусственную Брюшину Они не дают Охлаждаться И не дают Проветриваться Искам Это страшная вещь Это казнь Это страшная вещь Вот И вот этого Не создает Никто И вот На этом Не хотелось бы Остановиться Глядя как Сенька играет На нормальное детство Я показывал сотни фотографий Сенька Ходит На джидо Целыми днями На улице Вот Еще бы приучить его Сенька Еще несколько детишек Близких мне По духу Вот Значит Научить бы их мам Не могу Заставить их Ну заставьте их Спать без трусов Ну заставьте Зачем им Трусы В постели Там и так Это Яички будут Перегреваться Не понимают Никто не понимает Вот Чтобы поняли Это должен быть Кто-то сказать Президенту Мы губим страну Вот Вот это Элементарнейшая вещь Что яички должны быть Охлаждаться Круглые сутки Круглые сутки В яичках Должна быть температура Ниже чем температура Тела Чем 36,8 Круглые сутки И внушить это президенту Пропадет страна Китай не пропадет Каждое утро Весь Китай на зарядке Каждое утро А у нас Если только кто встанет Похмелиться Вот на этом горькой Это я и хочу На этом горькой ноте Я и хочу с вами Остаться Вот это Сколько лет После этого Десять лет Пятнадцать Я постоянно Пупался венития И зимой И летом Вот это мое желание Это не каждому данному Посмотрите на этих На ребят Сельских Вот там Это В этом самом Выше По течению Полкилометра От Красного хутора Выше Вот там Протока А протоки Страшенная яма А с той стороны Скалистый остров Вот И ребята Сами взяли Огромную Плоскую доску Ставили в расщельню Получился Великолепный Трамплин Но чтобы С трамплина Попрыгать Надо было Лезть в ледяную Воду И переплывать Протоку Ну всего Пятьдесят метров И мы переплывали И я самый старший Из детей Мне было Тридцать пять Сорок Сорок пять Я самый старший Из детей Подчеркиваю Из детей Я в душе Такой мальчишка Как они Вот Только один А остальные Все были дети Вот чуть старше Тимушки В основном Лет десять Двенадцать Пятнадцать Я дружил с ними По-настоящему Мужская дружба Вот Я учил их Повесил грушу Турник сделал Вот Их мамы Папа Слово папа Никто из них не знал Вообще Слово папа И сейчас Я уже с другими Детями возлюсь Они тоже Не знают Слово папа Но сейчас Больше материальное Чем-то Покормить Все мысли Накормить А дети А будь Ведь они Никому не нужны Вроде бы Они в сиротском доме А все равно Кому они нужны С этими Жалкими Подачками И вот они Те еще Вот Их мамы Растили как Они не знали Что такое Памперс Нет Вот эти Мальчишки Не боялись Лезть на виду Вода Ходить в горы Вот Целыми днями В моем саду Били грушу Грушу Большую Такую Грушу Вот Самодельную Боксерскую Вот Я хотел Ставить блоки Чтобы Подошел Кто-то Врезал А он Оказывается Попасть не может Не может Потому что Любой мой Мальчишка Из моих ребят Там Их воспитывает Они давно уже Сами Чуть У них деда Вот Учитывая Что он У меня 73 Сорок лет Я тут прожил Два поколения Вырастил Первое Деревенское А второе Уже городское И вот это Деревенское поколение Они были Самые крепкие ребята Они никогда Не это Самые Ничего Для них Пойти в город Нормально Залезть в Венесей Вот А городские Уже не могут Никогда Последние Десять Двадцать лет Я в клубе моржей Был Несколько раз Приводили детей Всего несколько раз Но это Было нерегулярно Нерегулярно Так Иногда Так Скорее Как развлечение Вот И Пропадем мы Ребята Для начала Должно быть Что Для начала Первое Нужно менять Программу Нужно Чтобы Сельский Организм Был изучен Чтобы В основе Ее было Первое Это Влияние Гормонов Первое Главное Гормоны Гормоны Мужские А женские Как они Работают Как сделать Чтобы мужских У мужчин Было больше А женских У женщин Было больше Вот Чтобы Одни Выражали Здоровых Детей А другие Гордились Своими Сыновьями И дочерями Умными Сильными Здоровыми Вот Чтобы Вот это Было А этого Нет Я Близок Кругом Учителей Они С ужасом От Они Ничего Не Могут Они Приводят Детей Все Более Больнее Все Слабее Слабее Все Тупее Тупее Почему Там Не Видят Что Это Те Кто Прорвался К власти Кто Сидит Там По Этим Теплым Кабинетам Они Выдумывают Новые Программы Вот Еще Хитрее Еще Зашвели Ни Херна Это Не Надо Я Будем Придумывать Программу Вот Половина Это Физическая Это Все Это Самооборона Самооборона Это Эти Самые Ой Я Все Это Рассказывал Фильмах Вот А пока Теряем Детей Потому Что Не Научили Плавать Что Это Такое Вырастить Ребенок А Плавать Не Умеет А А Потом Тонут Тысячами Сотнями Тысячами Что Это Такое Вот Становятся Робкими Трошливыми Не Могут Навести Порядок Ни В Стране Ни В Семье Нигде Поизренные Существа Слабые Безвольные Больные Часто Вот Ни Сила Воли Ни Силы Духа Ничего Нет Вот Так Выговорился Я Вот И Надо Прощаться Господи Как бы Я хотел Чтобы Выступил Президент Страны В крайнем Суще Президент Академии Наук В крайнем Суще Министр Высшего Образования И Науки Министр Просвещения Вот Этот Круг И Объяснили Что Нужно Делать Какие Задачи Поставить Почему Я Должен Это Делать Что Не Понимают Как Устроен Человек Как Устроена Природа Я Садовод Я Смотрю Вот Этот Идиотизм Который Это Другая Тема Идиотизм Который Преследует Все Все Каналы Телевидения Весь Интернет Купи 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 Искалеч Купи Искалеч Купи Искалеч Купи Все Что Касается Садоводства Это Только Часть Это Наше Общество Везде Так же В медицине Так же Везде Одно и то же Ну ладно Выговорился Наверное Потому что Душа болит У меня Болит Душа За страну Болит Душа За детей Болит Душа Я Один Не в состоянии Ничего Сделать Очень страшно Один Поле Не воет Продолжение следует Продолжение следует Продолжение следует